Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают своими руками. Это говорит нам о том, что наш глаз, он несовершенен. И мы можем видеть вещи не такими, какие они есть на самом деле. И если не знать о том, что в этом есть подвох, то можно принять истину за ложь. Феномен иллюзии – объект изучения многих поколений ученых. За три века исследований и споров медики, психологи и физиологи так и не пришли к единому мнению, что есть иллюзия. Игра воображения, сбой в системе восприятия или его побочные эффекты. Не существует ни одной зрительной иллюзии, которая была бы объяснена полностью. Более того, ряд иллюзий не объяснен до сих пор. Слово «иллюзия» произошло от латинского «обманывать». Этим термином называют все естественные ошибки человеческого восприятия. Результаты наблюдений доказывают – заблуждаться могут почти все органы чувств. Например, холодные предметы кажутся тяжелее, чем теплые того же веса. А после соленого – сладкое кажется пресным. И все же подавляющее число чувствительных искажений связано со зрением. Известно более десяти видов оптических иллюзий. Все эти зрительные загадки в фокусе научных исследований. Московский государственный университет имени Ломоносова. С конца шестидесятых годов прошлого века здесь изучают оптические иллюзии. Научные работники и студенты пытаются расшифровать алгоритмы зрительных парадоксов. В этом кресле побывали почти 200 студентов из разных стран мира. Каждый из них прошел одну и ту же процедуру. Сначала тщательная диагностика на предмет патологии мозга и травм головы. Затем собственный эксперимент. Специалист подсоединяет сканирующее устройство энцефалографа. Резиновая шапочка с 22 датчиками прилегает к волосам, как вторая кожа. Мозг работает как вектор генератора электрических сигналов. Там электрохимическая передача. И соответственно электрические поля, которые создаются вокруг работающих структур мозга, они могут быть зарегистрированы с помощью чувствительных датчиков. Энцефалографа это и есть регистрация электрической активности мозга. Цель этого эксперимента записать ответную реакцию мозга на оптические иллюзии. Ну что ж, приступим к эксперименту. Задача ваша будет заключаться в том, вам будут предъявляться иллюзии. Вы должны будете описать, что вы видите, как вы воспринимаете данный объект. Иллюзии будут разные, поэтому смотрите внимательно. Ваша реакция передается на клавишу мышки, и я буду знать, когда вы принимаете решение. Приступим. Словесное описание необходимо для концентрации испытуемого. Проговаривание усиливает его фокусировку на объекте. Сейчас я вижу прямоугольники, красные и белые, которые движутся в правую и в левую сторону. Это яркий пример иллюзии движения. На самом деле разноцветные фигуры на рисунках абсолютно статичны. Динамикой их наделяет человеческое восприятие. Графики на мониторе ученого, реакции мозга на обман зрения. Эти кривые должны внести ясность в механизмы оптических заблуждений. Выявить механизмы иллюзий достаточно сложно. Поэтому после каждого предъявления стимула записывается некоторый участок активности, и он анализируется с помощью определенных математических методов, которые позволяют нам выявить участие тех или иных структур в данном процессе. Мозг человека — центр управления телом и сознанием. Он способен одновременно поддерживать жизнедеятельность организма, анализировать информацию и отдавать приказы. За каждую из этих уникальных функций отвечают свои отделы, доли и области. Разум человека сосредоточен в каре головного мозга. Ее еще называют серым веществом. Площадь серого вещества условно можно разделить на три сектора. Сенсорная зона анализирует сигналы органов чувств. Моторная руководит движениями тела. Самая большая часть — ассоциативная. Она занимает почти 80% коры головного мозга. Ассоциативная зона действует как связующее звено между зонами ощущений и действий. Она же хранитель базы данных личности, ее памяти, мыслей, речи и особенностей восприятия. Результаты экспериментов в лаборатории МГУ выявили сложный процесс восприятия иллюзий. Сканер-энцефалограф зафиксировал сигналы сразу двух областей головного мозга. Его ассоциативной зоны и сенсорной, конкретно, затылочной доли, так называемой зрительной коры. Просто наше восприятие зависит от многих причин. Две, если основных, два блока причин — это энергия внешнего мира и как они отображаются в наших органах чувств. И второе, как работают более высокие механизмы, мозговые механизмы и психологические механизмы. То, что наш мозг способен эти функции выполнять, и объясняет появление этих иллюзий. Часть иллюзий можно объяснить процессом переработки информации на уровне сетчатки. Часть только в зрительной коре, а часть в ассоциативных областях. Это одна из самых старинных и известных оптических иллюзий. Впервые ее описал немецкий психолог Франц Мюллер Лайер в 1789 году. Есть несколько отрезков, по краям которых стрелки. Отрезки с пиками кажутся короче, чем отрезки с хвостом. На самом деле они равны. Если грамотно нарисовать картинку зрительной иллюзии, мы будем ошибаться в оценке размера, цвета, отношений между объектами. Связано это с тем, что на наше зрительное восприятие влияет не только сам предмет, который мы разглядываем, но и его окружение. Какие рядом находятся фигуры, если это геометрические объекты. Их взаимное расположение, их цвет, их расположение в пространстве. Природа иллюзий Мюллера Лайера и сегодня недостаточно понятна. Большинство считает, что все дело в нашей привычке видеть мир в перспективе. Человеческое восприятие часто интерпретирует сходящиеся линии. Например, дальний угол комнаты как более удаленные, чем расходящиеся, например, ближний угол здания. В результате расходящиеся всегда окажутся длиннее. Иллюзия Мюллера Лайера элементарный пример того, как нас подводит зрение. Из арсенала человеческих ощущений зрение – самый сложный инструмент. Зрительная система включает в себя многоступенчатый процесс обработки информации. Любая зрительная информация начинается со зрительного стимула, неважно какого, вспышка или структурированный стимул, который и передается в зрительную кору. Зрительный стимул – свет. Отраженный от объектов, он фокусируется хрусталиком. Пройдя через его линзу, лучи образуют изображение на сетчатке. Это изображение мало напоминает то, что мы привыкли видеть. Это перевернутое изображение. Различные аберрации, то есть ошибки в формировании изображения на сетчатке, которые связаны и с неоднородностью хрусталика, и с тем, что хрусталик, как линза, по-разному преломляют лучи разного цвета. Веки глаз постоянно моргают. Примерно 15 раз в минуту изображение на сетчатке пропадает. К тому же сами зрачки непрерывно находятся в движении. Благодаря этим незаметным колебаниям человек может видеть неподвижные объекты. Наше зрение видит динамику во всех ее проявлениях. Это не только собственно движение, то есть перемещение в пространстве. Это изменение цвета, яркости, ориентации. Если бы не было микродвижений глаз, мы не смогли бы видеть неподвижные предметы, которые не изменяют свои характеристики, а таких предметов большинство вокруг нас. Зрение человека бинокулярно. Каждый глаз видит свою нечеткую дрожащую картинку. Мозг, как 3D-очки, совмещает эти картинки в одно объемное четкое изображение. Зрительная система и ассоциативные области совершают огромную работу над ошибками. Вместе они мгновенно оценивают и исправляют все сбои и искажения. Ученые уверены, именно в механизмах коррекции нужно искать ключ к пониманию многих оптических иллюзий. Они объясняются очень интересным комплексом механизмов. К этому комплексу относятся и обеспечение нашего детального видения, и контрастного видения, и ощущение света, и получение целостной картины мира, благодаря которой при недостаточных качествах изображения мы получаем цельную картину. Это побочный эффект нашего совершенного зрения, но никак ни его несовершенства. Эти несовершенные детали своего зрения люди заметили тысячи лет назад, заметили и научились ими пользоваться для обмана других. Таринный классический фокус «Шар-зомби». Фокусы. Трюки и уловки мастеров иллюзий. Современные фокусники используют сложнейшие устройства. Вместе с тем, они не спешат отказываться от приемов, которые работают сотни лет. Итак, магический черный ящик. На первый взгляд мы можем убедиться, что он абсолютно пуст. Смотрите внимательно. А сейчас делаем магические пассы. И из этого ящика мы извлекаем что? Что может извлечь фокусник? Конечно же кролик. Секрет фокуса – умело созданная оптическая иллюзия. На самом деле, все это оптический обман. И наш ящик не был пуст изначально. Очень хитрая система зеркала делает иллюзию пустоты. На самом деле, если заглянуть внутрь ящика, то мы увидим, что там находится зеркало. И скрывает от нас часть пространства, в котором фокусник может спрятать что-то. Единственное, что может испортить фокус – это свет. Одна неправильно установленная лампочка – и магия исчезнет. Человек не в состоянии постоянно держать под контролем картину в целом. Профессиональные иллюзионисты этим пользуются. Манипуляторы используют для этого приемы своих рук, а иллюзионисты используют, допустим, красивых девушек. Если бы здесь появилась красивая девушка в купальнике, обязательно ваш взгляд непроизвольно перешел бы на нее. Да, Степа, поэтому в это время я мог сделать совершенно то движение, которое мне нужно, секретное движение. Вы бы не увидели его никогда в жизни. Отвлечение внимания – это и есть обман за ребенок. Фокусники говорят, приходя на представление, зритель хочет, чтобы его обманули. Он ждет этого. Психологи утверждают, эффект ожидания – почва для возникновения иллюзий. Мозг, его главная задача – это подать нам информацию. Его главная задача – предвидеть будущее. Что будет через следующую минуту. И мозг таким образом трансформирует картину мира для того, чтобы привлечь, в общем-то, по большому счету, наше внимание. В условиях дефицита информации, например, плохой видимости, мозг включает еще один уникальный процесс. Он словно достраивает картинку. Использует для этого данные о миллионах объектов, которые человек видел с рождения. Такой механизм получил название «домысливание». Именно так и работает наш мозг. Он домысливает там, где не хватает информации. Это наше восприятие мира, оно нам необходимо в нашей жизни, но оно же и приводит к ошибкам. Например, вечером, гуляя в лесу, вы сможете увидеть образ какой-нибудь чудовища или волка, там, где просто-напросто ветка, дерево, мозг домысливает, ощущение там, где видны какие-то детали, зная, что мы ожидаем и чего мы боимся. Ожидание и домысливание – продукт визуального опыта человека. Опыт всегда индивидуален. Значит, предположили ученые, иллюзии могут восприниматься неидентично. За сотни лет исследований наука пришла к выводу – и есть лишь один вид иллюзий, который на всех действует одинаково – он подчиняется не законам человеческого восприятия, а законам физики. Это особый вид оптических иллюзий. В аудиториях кабинета демонстрации физфака МГУ ежедневно ставят десятки опытов. Здесь буквально на пальцах объясняют студентам сложнейшие законы природы. Что же происходит с ложкой в стакане с водой? Неужели она действительно ломается? Конечно же нет. Она искривляется из-за явления преломления света. Преломление света – физическое явление, которое сопровождает переход света из одной среды в другую. Преодолевая границу между ними, свет словно спотыкается и делится на две волны. Часть отражается от поверхности новой среды, другая продолжает свой путь, изменив направление. Если две среды прозрачны, преломление вызывает оптические искажения. Как закон преломления работает в случае с ложкой? Здесь я постарался изобразить нашу ситуацию. Есть ложка, находящаяся в стакане, есть глаз. Куда должны прийти лучи света и есть вода? На поверхности воды должно произойти преломление. А это значит, что луч света придет в совершенно другого направления. И мы увидим вот эту часть ложки выше. Было одно направление ложки, стало другое. Вот оно преломление, вот оно зло. Причина преломления – скорость света. Быстрее всего лучевой поток распространяется там, где ему ничто не мешает. В вакууме он движется со скоростью 300 тысяч километров в секунду. В воздухе эта скорость замедляется. В воде падает примерно на 25%. Дело в том, что оптическая плотность у воды и воздуха разная. Чем она выше, тем скорость света меньше, а угол преломления больше. Если бы мы залили вместо воды более плотную жидкость или ухитрились запихать ложку в стекло, она сломалась бы гораздо сильнее. Конечно же, для нашего глаза. На самом деле она осталась бы такой же целой, как и в нашем эксперименте. Самая редкая и загадочная физическая иллюзия – мираж. Миражи бывают двух видов – нижний и верхний. Его еще называют фатоморганой. Мы попробуем создать фатоморгану в лабораторных условиях. Фатоморгану в лабораторных условиях. Менее плотного воздуха, то есть воздуха нагрета. А роль более плотного воздуха будет играть раствор соли, потому что он плотнее воды. Мы нальем этот раствор вниз, на самое дно аквариума. Соленый раствор на глубину подают медленно и аккуратно. Нельзя допустить, чтобы жидкости перемешались. Задача экспериментатора – получить в емкости своеобразный двухслойный пирог с четкой границей между средами. Аккуратно уберем все то, что нам помешает наблюдать мираж. Давайте посмотрим, как через эту атмосферу проходят лучи света. Вначале верхние слои, теплые, луч прямой. Потом через нижние – холодные слои. Луч тоже прямой. А теперь давайте попробуем запустить луч света на границу между теплым и холодным воздухом. Посмотрите. Луч искривился. Невидимая граница, как зеркало, отразила луч лазерной указки. Конечно, это не единственный вид миражей. Есть еще так называемый нижний мираж, который вы сами наверняка много раз видели. Летом, в жару, на асфальтовой дороге часто вдалеке видны лужи. Когда подходишь к ним, выяснится, что асфальт там сухой. Из-за того, что на асфальте находится тонкий слой очень горячего воздуха, который выполняет роль такого же зеркала. И нам кажется, что там находится какая-то вода. Точно так же думают и путешественники в пустынях, которые видят оазис пальмы, отражающиеся в песках. Человек научился создавать не менее впечатляющие иллюзорные объекты. С развитием современных технологий он превратил себя из наблюдателя в участника мнимой реальности. Мы находимся в лаборатории виртуальной реальности факультета психологии Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова. Это уникальный комплекс, который позволяет моделировать различные ситуации, в которые мы помещаем человека, с высокой степенью реальности. Почему она называется? Виртуальная, искусственная, иллюзорная. Но реальность почему? Поскольку человек переживает чувство глубины и свое положение в пространстве, в определенной сцене, очень реально. Виртуальная комната появилась в МГУ в 2010 году. Попадая в это помещение, человек оказывается в другом мире. Этот мир сформирован камерами, проекторами и программой компьютера. Эта система у нас находится в достаточно ограниченном небольшом помещении и состоит из четырех экранов. Левый, правый, фронтальный и пол. На них проецируют у нас четыре проектора через зеркала. Также у нас располагаются по углам нашей комнаты специальные камеры с ифрокрасным излучением, которые как раз отслеживают положение вот этих вот белых шариков на теле испытуемых и очков. Искусственную реальность человек видит через специальные стереоскопические очки. Белые шарики на его костюме – это высокочувствительные датчики. За их перемещением в пространстве следит компьютер. Машина мгновенно подстраивает картинку под движение человека. Таким образом достигается эффект полного погружения. Студент Илья сейчас находится в космическом пространстве. Тут все на самом деле исходит по инерции. Вот я перемещаю чуть-чуть руку и все само передвигается вместе со мной. С одной стороны кажется, будто я на самом деле стою, а с другой стороны как будто нахожусь невесомости, парю, где-то очень сложно привыкнуть. Немного страшновато. Виртуальная лаборатория МГУ – полигон для анализа зрительных феноменов. Один из миров, созданных программистами, посвящен оптическим иллюзиям. Давайте посмотрим настоящую иллюзию. Денис, пожалуйста, включите нам иллюзию маски. Эта иллюзия производит сильные впечатления. Обычный предмет – маска человеческого лица. Но стоит запустить ее вокруг собственной оси, начинается обман зрения. Возникает мощнейшая иллюзия. В чем эта иллюзия заключается? Когда маска поворачивается к нам вогнутой стороной, мы видим выпуклое изображение. Наш мозг словно сопротивляется непривычному изображению лица. Что характерно, маски животных так не действуют. Что это? Запрограммированность у нас эволюции? Либо такое важное качество человека, что он должен видеть себе подобных в любой ситуации? Наверное, можно только так объяснить. Психофизиологи или физиологи объясняют это активацией тех нейронов, которые селективно, избирательно настроены на восприятие человеческого лица. Но все это лишь гипотезы, теории обмана зрения. Врачи, физиологи и психологи уверены – иллюзии – это лакмусовая бумажка восприятия. Яркое отражение процессов, которые непрерывно происходят в мозге человека. Досконально изучив природу иллюзии, мы больше узнаем о самом человеке. Иллюзия, чем она интересна? Что на самом деле это, скажем так, продукт нашего мозга. Этого не существует в реале. Это только то, что формируется нашим мозгом самим. И поэтому, конечно, изучая механизмы иллюзии, мы тем самым изучаем механизмы восприятия, механизмы памяти, внимания и так далее. Люди давно научились использовать зрительные парадоксы. Сегодня их можно встретить на каждом шагу – в кино, в живописи, в архитектуре и даже в складках одежды. Пройдя вместе с человеком длинный путь от фокусов до виртуальной реальности, они так и не раскрыли нам все свои тайны. А значит, поиск ответов продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова